Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и вы можете видеть у нас новый набор от Special Hobby в 72-м масштабе. Это Focke-Wolf FW189B0B1, и вот он отлит в 72-м масштабе. Это набор, который вышел изначально под маркой MPM, и довольно давно его делали Reeboks и Revel, и даже Италири. И теперь вот выходит новый интересный вариант, это учебный самолет Luftwaffe, у которого немного отличался фюзеляш, он был более обтекаемым для учебных целей, он имел больше пространства, и теперь у нас есть шанс скопировать его в небольшом размере. И это уже итоговый образец, то есть вы получите ровно все то же самое. Вот вы можете видеть сравнение с моей рукой, BoxArt очень красивый, на борту коробки у нас написано то, что это Limited Edition, или Limited Series. И коробка с верхней загрузкой, внутри у нас инструкция, рамки закрыты в один пакет, который можно закрыть снова, на липучке он. И в принципе это все, вот вы можете видеть то, что не так уж много рамок. Инструкцию, разумеется, мы рассмотрим в конце, а начнем мы с пластика. Кстати, вот вы можете видеть то, что еще и декали упакованы вместе с лидниками. Сразу хотелось бы заметить то, что вы можете поддержать наши обзоры, у нас есть специальная кнопка Donate, и также можно сделать это еще и через YouTube Membership, так называемый. Там есть даже определенные выгоды, которые вы получите после пожертвований на наш канал. Разумеется, все деньги будут использованы для того, чтобы улучшить качество фото и видео. Вы уже можете видеть прогресс своими глазами. И, разумеется, с вашей помощью мы также достаем некоторые наборы, которые нам интересно рассмотреть вместе. Итак, сейчас я открываю пакет, чтобы достать лидники. Кстати, вот здесь кнопка Join для нашего YouTube-членства. И что касается серых лидников, их немного, но не забываем то, что это модель в 72-м масштабе. И начнем мы с половин фюзеляжа. То есть, как вы помните, я говорил, здесь такой интересный, чуть более надутый, скажем так, фюзеляж, который вмещал несколько человек. Сейчас вот я его умещу посередине, попробуем приблизить, чтобы все было лучше видно. И сразу стоит заметить то, что вот носовой обтекатель и хвостовая часть влитые. И хотелось бы видеть их отдельными частями, потому что, ну, в таких областях лучше иметь одну деталь, которая цельная, не будет никаких стыков в заметных областях таких. И при этом все получится более аккуратно в итоге. Но в целом качество литья выглядит неплохо. В принципе, никаких здесь замечаний нет. Внутренняя расшивка не глубокая, поэтому будьте аккуратны, постарайтесь не потерять ее под несколькими слоями краски или грунта. И, кстати, можно даже, наверное, попробовать чуть-чуть ее переделать, углубить, скажем так. Я думаю, модель от этого не пострадает, тем более это 72-й масштаб. Наверняка найдутся подходящие инструменты. Далее у нас следуют другие детали. Здесь идут и кресла, которые будут размещены внутри. На них есть немного обоя, но это не так серьезно. Все можно зачистить. Пол кабины также имеет немного влитой проработки, которую можно выделить смывками. Тем более она будет видна через фонарь, поэтому заморочитесь обязательно. Стойки шасси отлиты цельными деталями. И вот еще одна половина фюзеляжа. Опять же, в хвостовой секции вы можете видеть чуть-чуть обоя, которые, ну, решаем острым ножом. Кстати, внутри у нас есть направляющие штифты и есть немного проработки кабины. Опять же, есть толкатели, следы от толкателей, но они будут незаметно на собранной модели, так как вы составите две половины вместе и, в принципе, все будет закрыто. Ну, а так, никаких нареканий у меня особенно нет. Никто не говорил, что это модель для новичков или для тех, у кого базовые навыки. Здесь явно нужно будет поработать. Тем более, сам оригинальный самолет, у него такая интересная конструкция. И она требует должного внимания и, скорее всего, даже определенных модельных навыков. Если у вас их нет, то лучше сначала потренироваться. Здесь мы продолжаем еще одной рамкой, которая вот как раз содержит вот эти хвостовые части. И вы можете видеть то, что они склеиваются из двух половин. При этом передняя часть капота отлита цельной деталью. И колеса шасси, кстати, собираются из двух половин, насколько я вижу. Сейчас мы приблизим все, рассмотрим поближе. В принципе, внутренняя расшивка примерно такая же, что мы видели на фюзеляже. Вот колеса шасси. И давайте сейчас посмотрим. Ну да, да, из двух половин. При этом никаких направляющих внутри нет. Я бы их заменил сразу смолой, чтобы не париться с вот этой вот вещью, скажем так. И обратите внимание, что еще и придется как-то совмещать протектор правильно. Средняя секция фюзеляжа также имеет внутреннюю расшивку и клепку. Смотрится очень даже неплохо, на удивление. При этом вспомните... Ну, вот камера не фокусируется, ладно. Но, как говорил, при этом вспомните, что было на фюзеляже. Даже не очень прям глубокая расшивка, а здесь вот очень даже неплохо. Странно, конечно, видеть такое. Но, опять же, не будем забывать о возрасте модели. Лопасти винта отлиты отдельно. Также вот у нас идет еще стойка шасси. И что еще? Стабилизатор. В принципе, все. Внутри у нас есть направляющие штифты. То есть, вот эти вот крупные детали можно будет совместить вместе при помощи этих деталей. И это полезная вещь, так как сами детали, вот вы можете видеть, очень длинные. Даже для 72-го масштаба. То есть, модель должна получиться крупноватой. Далее, что у нас идет... Сейчас раскроем. Вот. У нас идет крыло и еще несколько хвостовых частей. Каждая сторона крыла склеивается из двух половин. И вся механизация влетая. В принципе, расшивка напоминает то, что мы видели на средней секции. Но сейчас мы приблизим, чтобы вы могли это видеть своими глазами. Опять же, она не глубокая снова. Но при этом чуть более четкая, чем то, что было на фюзеляже. Поэтому, ну, только в некоторых местах можно там еще зарескрайбить, чтобы было более явно видно на модели. И в 72-м масштабе, опять повторюсь, это не повредит. Точки крепления, кстати, на передних гранях находят или, как скажем, заходят на саму грань. Поэтому будьте аккуратны при отделении. И внутри опять есть направляющие штифты. То есть, с этим тоже не будет особых проблем. Хоть детали и тоже крупные, как и хвостовые части. Кстати, сама поверхность деталей крыла очень гладкая, на удивление. Хотя фюзеляж не был настолько гладким. Вот прозрачные детали. Они почему-то запаяны в пакет, что очень необычно для спешал-хобби. Обычно у них идет в зип-локе, так называемом. А здесь внезапно запаянный пакет. И сейчас придется его рвать. Разумеется, Fockewool 189 знаменит своим фонарем. Это очень даже непростая конструкция. Тем более, в 72-м масштабе там придется попотеть, вырезая все эти небольшие квадратики. Поэтому рекомендую поискать набор масок, чтобы хоть как-то ускорить процесс окраски. И при этом избежать вот этого вот нудного этапа сборки. Но некоторые моделисты получают от этого удовольствие, некоторые нет. Поэтому здесь уже ваш выбор. Собственно, вот сами детали прозрачные фонаря. Качество литья очень даже хорошее, скажем так. И, в принципе, все должно устанавливаться без особых проблем. Обязательно попробуйте проверить все перед установкой. То есть, так называемая сухая примерка. А затем уже вклеивайте на место. Ну, а это, скажем так, основы модельной отрасли и модельного хобби. Поэтому здесь мы все это прекрасно знаем. Далее идут смоляные детали. Это тоже новинка. В нынешнем выпуске. В прошлом его не было. Это новые воздухозаборники, которые были именно на этом варианте. И они пригодятся вполне для более точного вида модели. И далее у нас идет еще один пакет. Здесь должны быть декали. Декали немного. Всего лишь два листа. Для 72-го масштаба это очень даже удивляет. Но опять никаких декалей для кабины на удивление нет. При этом сластика разделена на вот эти вот отдельные символы 20 и 21. Это нужно будет совместить вместе. Ну, хотя бы так. То есть, не нужно будет что-то искать самому. Ну, еще раз повторюсь, странно, что нет ничего для кабины. Тем более фонарь здесь очень даже крупный. Даже в 72-м масштабе кресла будут видны. И было бы неплохо получить ремни и приборную доску. Но здесь этого нет. Поэтому приготовьтесь сделать это все своими руками. Далее идет инструкция. Это типичная брошюра, отпечатанная в цветном формате. На обложке у нас идет короткая историческая заметка на чешском и английском с техническими спецификациями. Далее идет карта деталей. Причем неиспользуемых деталей не так много. Поэтому будьте внимательны. Сборка начинается с кабины. Все четыре кресла нужно будет установить для учебной версии. И, как я уже говорил, стоит заморочиться, попробовать скопировать хоть какие-то ремни на этих креслах. Потому что они будут видны даже на готовой модели. И это добавит проработки вашей модели. В 72 масштабе это должно смотреться впечатляюще. Вот вы можете видеть установку фонарей. И далее мы продолжаем сборкой хвостовых частей. Их две еще раз напомню. И затем уже собираем крыло. Кстати, вы можете видеть, что у нас есть немного деталей для низши шасси. Но на этом все. Никаких двигателей нет. И, кстати, вот смоляной воздухозаборник. И если вы хотите скопировать двигатель, то придется подумать, как это сделать. Далее мы устанавливаем крыло на место. И, в принципе, вот здесь нужно будет попотеть. Потому что все это нужно будет аккуратно совместить вместе. Без особых стыков и прочих проблем. Далее продолжаем сборкой шасси. Устанавливаем винты на место. И еще у нас внизу идет специальная схема, как нужно натянуть антенну на этом самолете. Внизу показаны также несколько смоляных наборов. Есть винты. Есть колеса, кстати. Вот это вот стоит приобрести. Далее идет двигатель, кстати, тоже. И полезный апгрейд. И далее идет еще и хвостовые плоскости. Ну, это уже для тех, кто хочет заморочиться и прям получить точно по масштабу очень тонкие хвостовые поверхности. Далее идет первый вариант окраски. Он в таком сером. RLM02. Это классический такой гражданский цвет, по-моему, для Люфтваффи. И, в принципе, сам вариант ничем не выделяется особенно. Далее идет еще один RLM02. И вот следующий уже чуть более интересен, потому что он вот такой вот RLM70, RLM71. И низ самолета покрашен в RLM65. Это классический камуфляж Люфтваффи. И все. Три камуфляжа всего в комплекте. Здесь у нас уже дальше идет реклама 109-го в варианте Е3 и 109-го в варианте Е4. Эти модели были разработаны совместно с Эдуардом. Очень интересный набор. Надеюсь, в скором времени мы его рассмотрим. Также вот еще и дополнение от CMK. Причем их очень много, на удивление. Есть даже радиостанция, колеса, выхлопные патрубки, подвесные пулеметы. И даже камера и винт. Хм, интересно. В 72-м масштабе это очень даже необычно. И вот еще несколько новинок. Илон Этон ТХ1. Мы его рассмотрим совсем скоро. Еще один трейлер. Это тоже будет обзор, скорее всего, на английском. Поэтому рекомендую включить русские субтитры, если вы его уже видите. Что касается самого набора, он уже должен быть в продаже. Вы можете его найти на сайте Special Hobby. И, разумеется, буду рад услышать, как обычно, ваше мнение. Вот здесь в комментариях ниже. Если видео понравилось, то обязательно нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за то, что присоединились сегодня. И пока!